Дорожная карта бизнеса Одобрено порядка трех тысяч проектов на сумму более шестиста миллиардов тенге. Работает программа по четырем направлениям. В первую очередь программа работает по четырем направлениям. Это поддержка стартап-проектов. В рамках первого направления оказывается помощь начинающим и действующим предпринимателям в виде финансовой поддержки, как субсидирование, гарантирование. Для абсолютно новых стартап-проектов это выделяемые гранты. Кроме того, оказывается сервисная поддержка для предпринимателей. Второе направление это оздоровление предпринимателей. В принципе, это направление на сегодняшний день закрыто, поскольку заявки принимались по оздоровлению до 1 января 2012 года. То есть сама программа старт свой начал в августе 2010 года. И сегодня 232 проекта по Казахстану получают субсидирование в рамках второго направления оздоровления. Третье направление это финансовая поддержка экспортоориентированных предприятий предпринимательства. Следовательно, здесь точно идет такой же формат работы, как при первом направлении. Значит, форма гарантирования представляется как финансовая поддержка субсидирования. Но только по направлению тех предприятий, которые экспортоориентированы. И четвертое направление это оказание нефинансовой поддержки бизнесу. Помимо этого лучшие предприниматели и топ-менеджеры направляются на стажировку за рубеж. Там уже побывали более 170 бизнесменов. В целом, Акимобласть отметил, от предпринимателей должна быть отдача. На то его предприниматель, от слова предприимчивый, он, образно говоря, выделяется из общей массы, свои предприимчивости, поэтому у него бизнес идет. Почему бизнесмен не успешен становится? Потому что у них есть смекалка, есть возможность, есть определенный устроен, который наградил его частные личности, характеристики. Это предприимчивый, да. И он должен унести секретарную ответственность. А то получится так, что государство сейчас поставит все необходимые документы, а он скажет, да, спасибо, извините, у меня бизнесмен не смеется. Однако не все участники заседания отнеслись к нему ответственно. Хотя все, что сегодня обсуждали, касалось непосредственно каждого. И на апреле, в 17-м году, по автору, в 18-м году, 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 в 18-м году. В таких местах вы должны соблюдать этикет. Если вы здесь спите, то что вы в поселках делаете? Как общаетесь с людьми, если вы так работаете, спящими? Сегодня поднятая проблема – это важно. Это всех касается. Это стыдно.